На курорте работа таксиста – дело прибыльное. Но далеко не каждый водитель имеет лицензию на пассажирские перевозки. Официальный знак – желтые шашечки на автомобиле – нелегалы меняют на белые. Трюк, который якобы спасает от обязательств иметь официальное разрешение. Но свободно передвигаться по полосам, выделенным для маршрутного транспорта, могут только лицензированные такси. Полоса для движения маршрутных транспортов, по ней могут двигаться также водители такси, которые официально в департаменте транспорта в Осадском крае получили официальное разрешение, официально занимаются пассажирскими перевозками. Но есть, как вы видите, водители, которые такие разрешения не получают в департаменте, их называют в простонародье бомбилы. Вешают они белые шашки. По закону мы их по этим статьям 12 главы КОАП привлечь не можем. Но так как они заезжают под полосу для маршрутных транспортов, они нарушают тем самым статью 12.17, часть 1. Редовые мероприятия по выявлению нарушителей проводятся ротой ДПС совместно с отдельным взводом ДПС города Анапа. Вы водитель такси? Вы не водитель такси, да? Ну а почему вы тогда поехали по полосе, предназначенной для маршрутных транспортных средств? То есть вы утверждаете, что это шашка, вы не такси? Ну я вам вопрос. А, вы отдали документы, да? Ну сейчас готовы, я не красно дарю. Значит, на вас будет составлен российский протокол за движение по полосе, предназначенной для маршрутных транспортных средств. Нарушителю грозит штраф в полторы тысячи рублей. Полос движения, предназначенных только для маршрутного транспорта в Анапе немало. Пионерский проспект, улица Крымская, Ленина и все они находятся под контролем.